Привет дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон Эс И сегодня у нас сплетни из моего отпуска, поэтому Наливайте сангрию, наливайте пиво, наливайте кофе, что здесь мы обычно пьем И давайте посплетничаем Дорогие мои сплетники, не устою благодарить всех спонсоров канала Благодаря вашей поддержке, благодаря вашим донатам Мы в состоянии производить видео на этом канале каждый божий день Поэтому спасибо всем, кто кидает нам донаты через супер спасибо И конечно не забывайте про бусте, если вы кидаете нам донат через бусте Лично я взамен в качестве благодарности записываю видео благодарность Может быть поздравление с днем рождения, годовщины, просто привет от Антон Эс Наша форма благодарности за ваши щедрые донаты Все ссылочки будут в описании к этому ролику Ребят, помните, мы много обсуждали Шакиру Вот например одно из видео, по этой ссылке можете пройти и посмотреть Многие поддерживали Шакиру в ее скандале с ее бывшим мужем Жераром Пике Потому что он ей изменял, у нее за спиной, а она такая бедная, несчастная И все были в таком шоке, какое мужское предательство, как же это все ужасно Я стоял на стороне Жерара Пике В первую очередь потому, что она вынесла семейные дрязги на публику И она записала песню, которая порвала все чарты Говорят, что она сделала только 25 миллионов только на этой песне То есть хайп был невыносимый, хайп был невообразимый И Шакире здесь вышла красотка Жертва красотка, которая сама занималась производством бури в этом стакане И вот пожалуйста, дорогие мои Сейчас испанский телеведущий Хосе Антонио Авиль заявил изданию El Nacional de Cataluña Следующее Три года, дорогие мои Три года до расставания у них официально была договоренность, что у них открытые отношения Открытые отношения в данном контексте Это ты спишь с кем хочешь, я сплю с кем хочу Но для публики, для публичности, для СМИ, для папарацци Мы все еще замечательная пара, у нас дети, у нас все замечательно Именно поэтому, по словам его А он, ну там пташки у него из первого рукопожатия Там все слишком, все серьезно И в Европе такие заявления голословно делать нельзя Все значит так и было Значит, по его словам, Пике опроверг обвинение со стороны бывшей возлюбленной И заявил, что с его стороны измен не было Сообщения о том, что у пары были открыты отношения Поступили как раз от близких знакомых этого самого Пике Цитата Окружение Пике было ошеломлено заявлением Шакира А сам он был раздражен, узнав об этом из прессы Также заявили следующее Что Пике не нравится, что все считают причиной их разрыва его неверность Цитата Он был удивлен этим заявлением, поскольку инициатива принадлежала ей С Жераром Пике они расстались прошлым летом После 12 лет отношений Из-за его измен Как позже рассказывала Шакира об измене любимого Она узнала, когда отец ее отец был в реанимации Испанское издание El Periodico Также сообщалось, что пара жила отдельно в течение нескольких недель После того, как Шакира выгнала Пике из дома Я напомню, дорогие мои Пике 35, ей 46 И новой девушке Жерара Пике, Клара Чия Ей всего лишь 23 годика Как утверждают, все вы помните, да? Шакира тяжело переживала развод Тяжело переживала это самое предательство Тяжело переживала отношение матери Пике к ней Любимой Вот эту самую песню, да? Которую она написала Высмеяла тогда его новую девушку Певица называла это здоровым способом выразить эмоции Вы знаете, ребят, вот сидишь и думаешь, да? Если вы думаете Вот я, например, искренне раньше думал, что изменяют в основном мужчины Что женщины никогда не выходят налево Что для женщины важна эмоциональная составляющая Может быть, женщинам и важна эмоциональная составляющая Но, милые мои, к огромному сожалению Огромное количество женщин ходят налево Изменяют своим мужьям И здесь, на самом деле, вот моей женской аудитории Наверняка это известно лучше, чем мне Кстати, интересно послушать ваше мнение Изменяли ли вы? Есть ли у вас сейчас любовник? Все комментарии здесь у нас анонимны И никак здесь не подкопаться Поэтому давайте пообщаемся в комментариях на эту тему А Ханжи, который говорит Нет-нет-никогда Ну, это или, может, действительно так Но это огромная редкость Потому что изменяет огромное количество людей И Шакира, милые мои Вот она, горячая колумбянская кровь Опять же, богатейшая тетка Которая, ну, видимо, тоже любит сходить налево, да? И вы знаете, вот я думал очень много над этой информацией Только у них были открыты отношения И про открытые отношения здесь палка о двух концах Во-первых, конечно Я не знаю, сколько это делает официально открытые отношения Прочнее эти самые отношения, которые у вас есть А во-вторых, у меня всегда мысль такая Если отношения открыты То это постольку-поскольку Потому что на какой-то момент Ты интим Все равно интим Это обмен эмоциями Это физическое слияние двух тел И на какой-то момент, дорогие мои Человек, который просто в открытых отношениях Влюбляется в очередную проходящую мимо девушку Как сделал Жерар Пике И я думаю, именно здесь Именно вот это послужило причиной Такого раздражения И всплеска эмоций от Шакира Потому что изначально она думала, что все хорошо Это просто открытые отношения А по факту у нас получается, что Он влюбился, видимо, в новую девушку А Шакире Выход такого толка Жерара Пике Из открытых отношений Показался сложным для восприятия Интересно послушать ваше мнение И повторюсь Как же я рад, что моя интуиция Меня не подводит И я оказался прав Шакире Здесь очень плохой человек Назовем это пока так Интересно послушать ваше мнение Давайте пообщаемся в комментариях Вчера меня просто шокировал, дорогие мои Это бывший президент Грузии Саакашвили Вот этот вот кадр Я так понимаю Это были какие-то судейские служения в Грузии И вот как выглядит сейчас Господин Саакашвили Вы знаете, спорная тема Я много общаюсь с украинцами Кто-то абсолютно негативно высказывается о Саакашвили Очень сложное отношение в Грузии к Саакашвили То, что сейчас он в заключении И выглядит так, как он сейчас выглядит Огромные вопросы, в принципе, к системе, наверное, в Грузии Я не знаю, к чему это все стремится Меня просто шокировала эта фотография Знаете, политики Политик Это вообще настолько сложная тема А когда политик публичный И, вы знаете, такой харизматичный, как Саакашвили Здесь, конечно, все идет с территории Или ты взлетаешь высоко-высоко Или ты падаешь И когда ты падаешь, ты видишь, как Михаил Саакашвили выглядит сейчас на этом кадре Мне просто этот кадр шокировал Захотелось с вами поделиться Ну и, конечно, дорогие мои Оксана Самойлова Смотрим Смотрим отрывочек небольшой из новостей Оксану Самойлову, блогера и жену известного рэпера Джигана Обвинили в мошенничестве Несколько подписчиков заявили, что девушка устраивала розыгрыши подарков Среди покупателей своей косметики Но победительницы получили обещанные призы Только после того, как в дело вмешалась наша съемочная группа И это, как выяснил наш корреспондент Екатерина Лихоманова Лишь исключение исправил Ведь остальные пострадавшие так и остались без призов Девушки уверены, свои призы они получили только благодаря обращению в СМИ Однако, по словам бывших фанаток блогера Таких обманутых подписчиков Десятки по всей России Оксану Самойлову обвинили в обмане с розыгрышем подарков Дорогие мои Убедительницы ждали выигранных призов 3 месяца А получили их лишь на следующий день После того, как пришли в офис с журналистами А вы знаете, милые мои Я вот так вот думаю много по поводу этих самых розыгрышей Нет никому веры И нет никакому веры, особенно когда дело касается Оксаны Самойловой Человек заточенный на заработок легких денег Вы знаете, я не могу сказать, что деньги были легко зарабатываемые Но в контексте, какое количество денег человек зарабатывал И в свете того, что ему приходилось для этого делать Деньги достаточно легкие Потому что соотношение, конечно, гигантское И вы знаете, блин, рот устал говорить на эту тему Когда ты каждый раз смотришь на очередного блогера О, очередной блогер опять кого-то обманул Господи, какая же это проза жизни Господи, как же все дискредитировали любое блогерство Вы знаете, для меня обидно, что человек, который просто Инстаграм, тетка, которая заточена на заработок денег Она дискредитирует звание блогера Вот блогер, это человек, производящий регулярный контент Который им интересно смотреть из года в год Люди смотрят, люди любят И человек занимается своим делом Я не понимаю ни одного блогера Ни одного человека, который назвал себя блогером И занимается, в первую очередь, накруткой подписоты Именно так пренебежительно относятся к своим подписчикам Эти самые блогеры А потом, как только определенный рубеж этих самых подписчиков Появился на канале Вот тогда люди начинают зарабатывать бабки Продавая отъявленную ересь А с чего начинала Оксана Самойлова Прежде, чем была косметика Прежде, чем был какой-то мерч Это, конечно, PDF-файлики Где там она учила похудеть Там подышать Там, я не знаю, поморгать Вот из такой серии Три листка PDF-файла Смешно, ребят Это все смешно Андрей Петров Помните, делал свои курсы Курс на два листка PDF-формата Изнутри Четыре А берут деньги Шестьдесят Сто тысяч Полтора миллиона Каких только денег не берут Эти самые псевдо-блогеры Которые уничтожили в ноль Самую профессию Блогерцы это профессия Это интертеймент Это развлечение, конечно А сейчас смотришь, что Блогеры Настоящих блогеров Их действительно единицы И вот ждали пока Блин В новости не пошли Ждала до того, чтобы Выдать этот самый подарок Позорище Самое позорище Ты всегда была позорищем Здесь только подтверждаешь Своё звание Вселенского позорища Блин, подарок Ну отдай ты, блин, подарок Ездишь ты из Мальдива Блин, Куршавель Отдай ты, блин, людям Подарок Ждёт пока, блин, петух Жареный в одно место Не клюнет Конституционный суд Дорогие мои Кыргызстана Официально Разрешил Использовать Матчество Кыргызстана Признал необходимости Разработки Института Матронима Это Матчество Для граждан Достигших 16 лет И оформление документов Граждан республики Сможет вместо Отчества Взять Имя матери Матчество И вот пример Михайлова Анастасия Юлиевна Город Смолен Это, конечно, не пример Как таковой Но это вот Пример, как это вообще выглядит Анастасия Юлиевна Вообще, матронимы Использование Матронимов Я не знаю, насколько Исторически такое было Как же было Датир Сон и Датир Это в Исландии Дочь Сигруда Сын Матиаса Какого-нибудь Нет, там опять же не то Ну, там у них фамилии нет Получается Бьорк У них фамилия Имя отца И приставка Датир Дочь То есть у них такая тема А вот матчество Мне, например, тема матчества нравится Потому что, учитывая, сколько Извините меня Викингов и рыцарей Улетают в туман Как только ребенок появляется на горизонте Еще в утробе матери То зачем давать отчество отца матери, например Да, многие так делают Почему бы не давать матчество вместо отчества Михайлова Анастасия Юлиевна Шикарная тема Мои поздравления к Кыргызстану Мои милые Мои милые Кыргызстане Мои поздравления Институт матчества Круто Круто Я считаю, это супер Крутая идея Хотелось послушать Ваше матчество Как бы это выглядело И вообще Что думаете По всему этому делу Потому что отчество Отцы бывают такие Прости, господи Что Кима негде поставить Да? Дана Борисова Которая Сама Переделала Что-то себе Делала Блин Переделала Себе Эти блин Лицо Живота Самая ужасная Липосакция Которая есть Это у Борисова Она это не снялась Показывать Хотя я считаю Что если процедура Пошла неправильно А ты хотел Эстетически Вылить красиво Ну Прячь ты свой Живот Потому что Ну там мясник Какой-то делал Да? И вот она Подала Как утверждают Пример Для своей 15-летней Дочери Полина Ее дочь Намерена Сделать Пластическую Операцию Ради того Чтобы изменить Часть тела Похожая По ее мнению На отца Я разрешу Это стата Самой данной Своей дочери Операцию Более того Мы даже знаем Какую операцию Сделаем первой Она просит В подарок Носик Все устраивает Она похожа на меня Но носиком Почему-то Недовольный Считает Что он похож на папин А я категорически Я не буду ничего запрещать Дальше я добавил Мне везет С косметологами Я к нерадивым Не хожу Я ответственно отношусь Борисова Серьезно С твоим животом Которым только людей Ну правда Процедура прошла неудачно Ты хотела эстетически Выглядеть красиво У тебя ничего Милая и моя Не получилось И поэтому Рекомендации По косметологам И хирургам Я конечно К ним не обращался Мужик Отец с дочерью По ее словам Практически не принимает Участие в воспитании дочери И платит Не слишком большие алименты Тут даже обращался Она по всему Поэтому Вы знаете самое ужасное Что дочь По факту Не знает ничего Про своего отца Плохого Ну по факту Ну что его нету В ее жизни И он платит Маленький алимент Вы думаете 15-летняя Полина Ее как-то это беспокоит Знаете Вот я чувствую Здесь Я ненавижу Такую тему Когда детей Начинаю Семейные дрязги Втягивать Понимаете Вот сейчас Смотрите Сын Айзы Вы все знаете Об этой ситуации Я не слепой Я сам заблокировал Своего папу Я буду с ним общаться Только когда он будет трезвый Он звонит Только когда ему Либо плохо Либо ему что-то нужно Если бы он хотел Со мной связаться Он бы уже нашел Тысячи других способов Я защищаю Свою психику И психикой Своей мамы Давайте закроем На этом тему Сын Айзы Он от Айзы Гуфа И вот сейчас Айзы снимает Это все И он говорит Про какие-то психологические Проблемы матери Про какую-то Вот эту вот Всю тему Что отец Совсем виноват Все Айза я тебя люблю Ты знаешь Я тебя действительно Люблю ты Когда у меня Было сложный период Когда я жил в Барселоне Я выпивал Например много И Айза Вот я человека Не знаю Лично Но по общению Человек который Всегда поддержит Вот правда Один из тех Публичных людей Который действительно Вот она своя И она Со мной очень Созвучная Наверное И всегда Слова поддержки Любви от нее Мы редко общаемся Но вот слова Поддержки Любви Но это вот Вывалилось в общественный Доступ И вы знаете Здесь у меня Конечно Вопросики к Айзе Я понимаю Мать страдает Я понимаю Гуф там Клеймание где ставить Он проблемный мужик И все же дамы Которые ввязываются С ним В эти вот отношения Они хлебают Только проблемам Понимаете Он проблемный мужик Он зависимый мужик И я думаю А вот зачем Своего собственного сына Втягивать Вот в эту вот тему Зачем Настраивать Собственного сына Против отца Ладно Пускай он сам вырастет И сделает свои выводы Но зачем Вот это вот Выкладывать на камеру Айза Вот здесь конечно Даже я немножко Ела Ну правда Милая моя Потому что Я считаю Что это конечно Кошмар Именно таким образом Вы блин девки Травмируйте своим детям Психику Ну правда Это детская травма Вы знаете У меня когда отец Мой расходился С моей матерью У меня отчим Классный мужик Но вопрос не в этом Когда он расходился С моей матерью Была такая история На какой-то момент Я не знаю Чего там они говорили Я был маленький совсем Но я помню Это я человек Вообще все помнящий Антоша А кого ты любишь Больше Маму или папу Понимаете Я на тот момент Очень сильно Любился у отца И моя мать Для меня вообще Все значит И понимаете Вот когда вы ставите Взрослый Ставите своего Несовершеннолетнего сына Или дочь Перед вопросом А кого ты любишь Больше Маму или папу Что вы думаете Что вы думаете Своими безмозглыми головами Понимаете Возраст Это не значит Что человек умен Возраст Это не значит Что человек опытен Очень много Знаете Вот сорокалетняя Глупая Пятистилетняя Глупая Там знаете Старость пришла А ума не набралась Вот мудрости Не набралось Да Что вы делаете Со своими Блин Наследниками Курочием С молодых ногтей Их и так Юную Нежную Душу И психологическое Их состояние Каковы на любви Больше Маму или папу Да блин Разберитесь Со своими Вот ерундой Сами Не втягивая Ни детей Ни матерей Ни тестей Ни этих Блин Никого И уж тем более Не втягивая Несовершеннолетних Сыновей и дочерей Ваши семейные Дрязги Знаете Вот хочется Так бы Немножко в ум Пришли Айза Серьезно Сына сюда Притащила Ну блин Айза Я понимаю Все проблемно Я понимаю Мужик Блин Плохой Ну серьезно Сына Зачем втягиваешь Что потом Вот так Когда он был В 44 Он вспоминал Вот эту вот Историю Да Только это все В публику же Выходит Ну головами Думайте Мамки Папки Блин Мамки Отрава Знаете Зла не хватает А Вылезла Хотя она Василивала Да Господи Как же она мне нравилась Самая обаятная И привлекательная Уверяю Что многие звезд Дорогие мои Уехавшие После начала Боевых действий В Украине Вернулись По словам ее Она случайно Сталкивается с ними По улице Цитата Смотрю Думаю Не может быть Да Здесь пока Не могут появиться На экране Но они среди нас Что вы радуетесь Что вы радует Что вы гоняетесь За всеми людьми Которые хотят Просто нормально жить Без диктатуры Без Все знающие Татьяны Васильевой Да Без теми Вы отбираете У русских людей Собственную родину Да Потому что не хотят Они жить Ни при хунте Ни при санкциях Это может вам нормально Без Макдональдса Жить из Ары А вот кому-то нет У кого-то есть свои стандарты И не хочет уходить Ни в Маг Ни в вкусные точки Не хочет Имеет полное право Нет блин Вот нас санкции Не затронули Кого вас Вас лично Может не затронули А вашу соседку Марину Затронули Живите с этим Ходит Обобщает все Да Ходит Их никто не снимает А вот они пришли Поджав хвосты Да вы замучили Блин Беженцев из своей собственной страны Гонят своих людей Жить не дают С белым плакатом Блин Не выйти Твою мать Знаете Вот зла не хватает А вот посмотрите А вот мы их дожали А они вот вернулись Я их на улице вижу Ну и предатели родины Да пошла ты знаешь куда Предатель родины Своей жизнью живи Судейством она занимается Православные блин Христиане Как по теме Не суди да не судим будешь Как по этой теме Благоверные мои Фу Все свое наследие Кинематографическое В ноль уничтожило И не начинайте мне Меня санкции не затронули Я никогда в Европе Вашей не была Ну и сидите в своем Блин Подтульском Другим жизни дайте Ходят они Решалы За всех За нации Говорят У меня здесь в комментариях За нацию А вот мне Зара была не нужна Плохое качество Ну да и не покупай там ничего В Зарину блин сходи Интересно послушать Ваше мнение Давайте пообщаемся В комментариях Кстати кто не знает У меня есть мой основной канал Где видео выходит Каждую субботу Гадание на картах Тару В прошлое гадание Было на Пригожино В трендах Тридцать седьмые Были в национальных трендах По этой ссылке Может пройти И посмотреть Кто пропустил Огонь гаданий А в эту субботу Будет такого интернета Еще не видел У кого есть догадки Насчет кого Покидайте в комментариях Очень интересно будет Почитать всем Дорогие мои спецники Огромное благодарю Всем кто поддержит Наша замечательная Инициатива помощи Бездомным животным Продолжайте поддерживать Свои местные Волонтерские организации Продолжайте поддерживать Ваши местные приюты Не опускайте руки Потому что Кто если не мы Единственная комьюнити В русскоязычном блогинге Вот везде Мне пишут люди От Италии Германии Да Россия Украина Антоха 5 копеек Да Отправила Вот пошла И установила По статуе дочери сына И лично Мой вот низкий поклон И личная благодарность Каждому У кого есть Знаете Вот пока мы Любим Вот в сердечке Да И животных Да Вот тогда мы Еще остаемся людьми Умнички мои Я вас обожаю Все За то что доказываете Всему миру Каждый божий день Что мы сплетники Умеем Не только сплетничать Но и любить Вот все сплетники Вот и все новости На сегодня Спасибо всем За подписку И спасибо всем Кто приходит Пообщаться с папочкой Сплетников Каждый день 20 минут А папа сплетников Никогда не спит Даже в отпуске Даже на балкончике Сидим Перетираем Общаемся Обожаю наш комьюнити Спасибо Спасибо сплетники Я вас очень люблю И увидимся обязательно Завтра Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok